Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Голобир, и это «Продвопрос». Мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни – продовольственные. Чем могут похвалиться наши аграрии? Какие у нас запасы? И что происходит на рынке? Смотрите с интересом. Программа «Продвопрос» готовит для вас самую свежую информацию, отбирает вкусные факты из мира продовольствия и делает анализ наиболее горячих тем. Казахстан является крупнейшей аграрной страной. С первых дней независимости республики агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики. Природные, географические, исторические и экономические условия позволяют Казахстану стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистого продовольствия. Очень многое уже сделано для этого, и еще больше предстоит сделать впереди. Ведь делая вместе, мы достигаем большего. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делая вместе, достигаем большего. Смотрите в программе! Вместе эффективнее – создание кооперативов в Карагандинской области. Когда горят сады – опасная болезнь может уничтожить урожаи плодов. Вырастим, уберем, сохраним – новая ХПП от Казагра. Удивительная и невероятная в Агромире – в столице прошли крупные сельскохозяйственные выставки. Первые сельскохозяйственные кооперативы появились в Германии еще в 60-х годах XIX века. Доказав свою эффективность, эта модель ведения агробизнеса стала популярной по всей Европе. Такая система объединения фермеров только уже в новом формате, сегодня актуальна и для отечественного агропрома. В республике создается все больше сельских производственных кооперативов. Один из лидеров по числу таких проектов – Карагандинская область. 80% – именно таков объем производства молока и мяса, которые приходятся на личные подворные хозяйства. Но лишь 30% от общей доли пригодны для дальнейшей переработки. Вот и получается, что заводы стоят недозагруженными, а мелкие фермеры не могут получить достойную прибыль от животноводства. В основном именно личные подсобные хозяйства производят и потребляют для личного потребления. Наша задача – вовлечь этот неформальный рынок и ввести его в формальный рынок, и чтобы человек, производя продукцию, получал от этого прибыль. Поэтому подворные хозяйства должны повысить качество и объем производимого сырья. Сделать это в одиночку мелким фермерам не под силу. Значит, нужно объединяться в кооперативы. Это создание сетей молокоприемных пунктов, это развитие семейных откормывающих площадок с целью вовлечения товарного производства в личный подсобный хозяйств. Таким образом, мы в первую очередь обеспечиваем загрузку перерабатывающих мощностей, во-вторых, мы обеспечиваем занятость людей и тем самым улучшаем благосостояние сельского населения. Сегодня это реально выгодно для крестьян, особенно после того, как в республике вступил в силу новый закон о сельхозкой операции. Это дал толчок на законодательном уровне, и сегодня начинаются те проекты, инициаторами является Министерство сельского хозяйства вовлечение лично пособных в хозяйство оперативы. И государство будет полностью поддерживать в виде инвест-субсидий, в виде субсидий на произведенную продукцию, и в виде выделения земель и так далее. Реальную выгоду в создании таких кооперативов начали понимать все больше фермеров. Новые проекты в молочном направлении хотят реализовать в Нуринском районе Карагандинской области. Для внедрения системы кооперации здесь располагают всем необходимым. Перспективы и алгоритм создания СПК в Карагандинской области обсуждали в рамках семинара, который провело Министерство сельского хозяйства республики. У нас есть основа, база. Раньше в Нуринском районе работали молочные совхозы. Мы сейчас собрали для обсуждения этой темы представителей 12 аулов, тех, где раньше занимались производством молока, где есть племенной скот чернопестрой породы, есть специалист, знакомый с молочным производством. Сегодня в Нуринском районе насчитывается около 500 личных подворных хозяйств. В них содержится 10 500 голов скота, из них 5 500 маточное поголовье. На базе этих подворья могут быть созданы отличные кооперативы. Их финансирование будет происходить на супервыгодных, можно сказать, беспрецедентных условиях. Учитывая, что основным временем для вновь создаваемых кооператив является залоговая база при финансировании, нами предусмотрен новый механизм, предусматривающий финансирование вновь созданных кооператив без залога. Кооперативы будут производить молоко необходимого качества и единым объемом сдавать заводам. При этом хранить сырье кооперативы смогут в своих собственных молокоприонных пунктах. В рамках семинара, кстати, был презентован новый механизм финансирования приобретения таких комплексов. Минсельхоз предложил использовать инвестиционные субсидии в размере 30% от общей стоимости комплекса в качестве первоначального взноса. Таким образом, создание их на базе СПК ускорится. К слову, ежесуточный объем реализации сырья в районе составляет 4200 тонн. Для местных переработчиков, с учетом неполной загрузки их мощностей, это станет неплохим подспорьем. Если максимально брать в летний период 65-70 тонн ежедневно перерабатываем, проектная мощность составляет в сутки 100 тонн ежедневно. Быть первопроходцем в реализации чего-то нового – дело большое, но и ответственное. Но учитывая большой опыт в молочном производстве, поддержку со стороны главного аграрного ведомства и стремление крестьян выйти на новый уровень, есть уверенность, что практика карагандинских фермеров будет растиражирована по всей республике. Яблоки и груши остаются главными источниками витаминов даже в осенне-зимнее время. Благо, что отечественные фрукты всегда есть на рынке. В стране растет производство плодовочных культур. Вот только старания аграриев могут быть напрасны. А все потому, что фруктовые сады все чаще стало поражать опасное заболевание – бактериальный ожог. Почему же его так боятся садоводы, выясняла Лязат Жанбирова. Чума 21 века в садоводстве. Именно так специалисты называют бактериальный ожог плодов. Для мировой науки это заболевание не из области фантастики. В той же Америке с опасным для фруктовых деревьев заболеванием борются уже 200 лет. Именно оттуда вирус пришел в Европу, а затем и в Центральную Азию. Ожог плодовых культур. Заболевание не новое. Поражает, как следует из названия, плодовая культура и некоторые декоративные представители семейства разоцветных. Это такие широко распространенные растения, как яблоня, груша, айва. Это очень опасное заболевание, так как может приводить к их полной гибели, либо к значительному ущербу урожая, вплоть до полной его потери. Впервые об ожоге плодов в Казахстане заговорили 8 лет назад. Садоводы заметили, что деревья начали хворать. Их листья потемнели, цветки увяли, а на плодах появились красноватые пятна. Отечественная агронаука забила тревогу. Для мониторинга и решения проблемы в Алматы даже была организована международная конференция. Обсудить характер этого заболевания, географию распространения и возможность его профилактики приехали лучшие фитопатологи из США, России, Германии и Польши. Эксперты ответили и на главный вопрос. Почему казахстанские сады начали гореть? «Этого вируса невозможно было избежать. Ведь к вам поступает различный посадочный материал плодовых культур из стран Европы и США. Они могут быть эпицентром развития бактериального ожога. Из этого материала и разбиваются новые сады в том же Алматы. Этот город – родина яблони Сиверса. Если не остановить заражение, то вы можете потерять большое количество деревьев». Сегодня с чумой плодовых борются специалисты из 40 стран мира. И до сих пор ученые не смогли изобрести панацею. Можно лишь использовать в борьбе медь, содержащие препараты, но они лишь приостанавливают развитие заболевания. Как только химикаты теряют свои свойства, процесс распространения продолжается. Предотвратить массовую гибель возможно только при вырубке деревьев. Но выкорчевывать сады согласится не каждый аграрий. Для того, чтобы найти действительно универсальное средство, нужно изучить болезнь на генном уровне, а также вывести новые сорта яблок, которые будут устойчивы к бактериальному ожогу. И на все эти исследования отечественной науки потребуется около 150 миллионов тенге в год. «Если не изучить этот вопрос, то под опасностью вымирания окажутся 200 видов деревьев. Если их не будет, то наши земли действительно могут превратиться в безводную пустыню». Плюс ко всему заболевание, помимо экологических проблем, может принести и продовольственные. Только за последние пять лет на посадку фруктовых и виноградников государством в виде субсидий было выделено более полутора миллиардов тенге. Но такие усилия могут стать напрасными, если под угрозой заболевания окажутся десятки гектаров садов. Вовремя решив проблему с бактериальным ожогом, уверены ученые, мы сможем спасти деревья от заморской хвори. И тогда нашим планам по увеличению производства фруктов ничего не будет угрожать. Уборочная кампания в Казахстане завершена. Об этом уже официально объявило Министерство сельского хозяйства Республики. В этом году фермеры собрали 23 миллиона 680 тысяч тонн сельхозпродукции. И это рекордный урожай. Получить его – огромная победа, но надо еще умело сохранить. А это возможно благодаря работе современных хлебоприемных предприятий. Еще один современный комплекс появился на севере страны. Кстати, это ХПП стало перспективным проектом нацхолдинга «Казагра». Этот год нашим аграриям запомнится только с позитивной стороны. Они собрали рекордный урожай зерновых – 23 миллиона 680 тысяч тонн. А это, кстати, на 4 миллиона тонн больше, чем в прошлом сезоне. Но по своему опыту, говорят фермеры, собрать – полдела. Важно не потерять, сохранить, что имеешь. В 2011 году был большой урожай хлеба. И не знали, куда девать. Здесь, в нашем районе, хлеб пришлось ложить в полях, скирдовать. И всю зиму то в мешки ложить, то вытаскивать. Зерно было влажное. Целую зиму мы промучились. И часть зерна я потерял. И потом я решил построить северевод. К делу подошли серьезно. Чтобы выбрать лучший элеватор, североказахстанские фермеры исследовали и проанализировали рынок подобного оборудования в Турции, Германии и Польше. В итоге остановились на польском производителе. Приобрести комплекс в лизинг под 6% годовых помог национальный холдинг «Казагра». А точнее, его дочерняя компания «Казаграфинанс». Современный хлебоприемный пункт принимает до 120 тонн зерна в час. При этом здесь имеется собственная сушилка мощностью 40 тонн зерна в час. Причем этот ХПП обслуживает не только собственное агропредприятие, но и сотрудничает с другими крестьянскими хозяйствами. Мы свое зерно сушим и принимаем. У соседних фермеров тоже. В этом году мы приняли уже 5-6 тысяч тонн зерна. Тоже влажного, но высушили все. Взяли на хранение. Качество зерна при приемке проверяется в собственной лаборатории. В этом году отмечают сотрудники лаборатории. Зерно идет в основном третьего класса. Натура 710, кликовина 23, влажность 14, сорная примесь 2, зерновая примесь 5. При создании ХПП здесь продумали всю инфраструктуру. В том числе и построили собственный железнодорожный тупик. Его протяженность 1650 метров. Продуманная логистика, доступ на железную дорогу позволяет транспортировать зерно на большие расстояния. Ну, продаем зерно везде продаем. Лично пока у нас своих контрактов нету, выйти на импорт за границу. Ну, местным продаем, местным мельницам продаем своим. Грузим в Алматы, в Чемкент, в Афганистан. Какой покупатель, куда скажет, что там грузим. В будущем аграрии надеются завоевать рынок новой продукции – куриными яйцами. Имея собственное производство зерновых, располагая мощностями для хранения, аграрии, можно сказать, обеспечили и кормовую базу для развития нового направления. Здесь планируют построить птицефабрику. Вот так обычное агропредприятие станет многопрофильным. А все благодаря желанию развиваться в бизнесе. И главное, что для этого нашлась возможность. Ее для фермеров открыл надежный партнер – нацхолдинг «Казагра». Уборка завершена, а значит, у наших фермеров найдется немного времени для посещения очень полезных для агробизнеса мероприятий. В их числе две международные выставки, которые ежегодно проходят в столице. Одна из них презентует новинки в сельском хозяйстве и пищевой индустрии. Другая представляет интересные разработки в животноводстве и мясомолочной промышленности. 14 тысяч квадратных метров. Такая площадь понадобилась для того, чтобы разместить презентационные стенды 250 компаний. Их география действительно масштабна. Они представляют Россию, Великобританию, Вьетнам, Канаду, Южную Корею и Казахстан. Каждая из стран-участниц выставок привезла с собой лучшие технологии и решения, которые применяются в мировом сельском хозяйстве. Изучить ноу-хау приехали фермеры со всего Казахстана. В их числе и Александр Косицын. Он возглавляет многопрофильное агропредприятие в Павлодарской области. Уборочная кампания для него прошла более чем успешно. Смогли заготовить трехлетний запас кормов для КРС. А их в общем поголовье 5 тысяч. Со спокойной душой Александр исследует выставочные стенды. Главный его интерес в технике. Мы технически на 80% перевооружились. Так это посмотреть, что новые. Может что-то и приобретем, конечно. Владельцам крупных хозяйств, агрономам было что посмотреть. Тем более участники выставки не только представили разнообразную сельскохозяйственную технику, но и предлагали потенциальным покупателям различные варианты ее приобретения. Старый комбайн обменивается на новый нашего производства, где старый комбайн выступает в качестве первоначального взноса, либо части его. Данная акция нацелена на обновление машино-тракторного парка Республики Казахстан. В рамках этой программы в этом году было реализовано более 100 единиц зерноуборочных комбайнов, что говорит о том, что данная программа действует и оказалась очень на руку сельхозформированием Казахстана. Интересные разработки от мировых агроспециалистов ждали крестьян не только в сфере технической модернизации. Канадские селекционеры, к примеру, предложили отечественному животноводству свой вариант развития племенного дела. Цена на племенных бычков сильно повысилась и в самой Северной Америке, поэтому сейчас импорт породистых животных несколько дорогой для вас. Не у всех есть такая возможность, но можно завозить семья или эмбрионы, то есть импортировать генетический материал, который позволит улучшить породные качества местного КРС. Казахстанские животноводы смогли узнать не только о современных подходах к породному преобразованию, но и о новых тенденциях в своей отрасли. Оказалось, что сегодня есть потребность в новой породе овец – селекционерам на заметку. Потребителям уже не нравится резкий запах баранины, а его наличие зависит от того, насколько мясо жирное. В Казахстане разводят преимущественно курдючных овец, и мы получили запрос на создание пород, которые не имеют курдюк. Вот такие особенности. Их овцеводы смогут учесть при планировании своего агробизнеса в будущем. И такие своего рода подсказки для себя нашел каждый фермер, посетивший выставку. Одни смогли присмотреть современные сельхозмашины, другие – решить вопрос с оптимизацией племенного животноводства. В общем, время драгоценной аграрии потратили не зря. Каждый фермер, работающий в любой отрасли сельского хозяйства и настроенный на развитие своего агробизнеса, смог найти на выставке что-то для себя, а значит, добавить новшества в свой производственный процесс и стать еще лучше, конкурентоспособнее и эффективнее. Такой была эта «Продовольственная неделя». В следующем выпуске вас ждет очередная порция интересных тем из агропродовольственного мира. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делаем вместе, достигаем большего. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Казахстан является крупнейшей аграрной страной. С первых дней независимости республики агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики. Природные, географические, исторические и экономические условия позволяют Казахстану стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистого продовольствия. Очень многое уже сделано для этого, и еще больше предстоит сделать впереди. Ведь делая вместе, мы достигаем большего. Казахстан